Единственный день в году, когда они в праздник, не на работе. Сотрудники сферы культуры – почетные гости на торжественном мероприятии. В зале собрались лучшие учителя музыки и изобразительного искусства, директора и работники домов культуры, музеев и библиотек. В сфере культуры города Сочи трудится более двух с половиной тысяч человек. Это не просто праздник, это дань нашего безмерного уважения всем тем, кто сеет разумное, доброе, вечное. Более 70 лучших отметили благодарственными письмами от Управления культуры города и Городского собрания Сочи. Заслуженных и почетных работников отрасли наградили медалями. Почета, признание и почет сочинцев награждается Кузнецов Виктор Васильевич. Это российский город, ведущий мастер сына, призывающий в обмене телевидения культуры, сочинское консерство, теоретическое оборудование. Сочи – город-праздник, как отметил Анатолий Пахомов. Спрос на проведение масштабных культурных мероприятий увеличивается с каждым годом. И даже такие знаковые объекты, как зимний театр, порой не могут вместить всех гостей. Поэтому глава города предлагает развивать и реализовывать культурные проекты, задействовав для этого новые культурные площадки. Например, здание бывшего кинотеатра «Стерео» можно было бы использовать не только народным избранникам для заседаний. Например, этот зал, видите, замечательный, козырный, можно сказать, колонный зал. И он должен, чтобы здесь каждый вечер проводились какие-то классические, может быть, просто вечера, кому за 30, кому за 50, кому за 70. Вечера друзей, вечера встречи друзей. То есть задача состоит в том, чтобы мы наполняли культурной жизнью каждый микрорайон города. О том, что о всестороннем развитии задумывается все больше сочинцев, говорят цифры. Более 6,5 тысяч детей заняты творчеством. Музыкальные, художественные школы, танцевальные кружки заполнены. Открываются дополнительные наборы. Соответственно, растет необходимость в новых площадках. Одно из решений – капитальная реконструкция ветхих зданий, десятки лет стоявших в запустении. Совсем недавно был восстановлен Центр национальных культур микрорайона КСМ. Новое творческое пространство появится и у адлерских художников. По поручению главы города в художественной школе откроют новый корпус. Это значительно, конечно, ну даже невозможно себе представить, насколько это улучшит наши условия. Сто человек, которые у нас стоят в очереди, получат возможность обучаться в школе. Осталось подписать документы в Министерстве строительства края. И таких проектов, которые в Сочи предстоит воплотить в жизнь, более 20. Но это планы муниципалитета до 2032 года. Сейчас же задача работников культуры – организовать теплый прием гостям Чемпионата мира по футболу. К репетициям творческие коллективы уже приступили.